Когда произошла катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции, Анатолию Горлатенко было чуть больше 30. В тот момент он проходил службу в Афганистане. После возвращения с горячей точки, офицер был направлен на ликвидацию последствий аварии заместителем командира батальона в спецобработке. Когда я приехал туда, 10 мая 1987 года, командир батальона уже практически был выведен из строя, получил большую дозу радиации. Ну, так как есть заместитель, значит, вперед. И все видят, допустим, силуэт Чернобыльской АЭС-труба. И вот задачей моего батальона, моих ребят, которых я водил, была дезактивация этого помещения. А там работать разрешалось всего по 10-15 секунд. За это время ликвидаторы успевали забежать, нагрести мусор в совок, выбросить в мешок и выбежать из помещения. Анатолий Юрьевич находился внутри постоянно и засекал время. Наблюдал, чтобы парни не задерживались дольше положенного срока. Мне очень больно смотреть на ребят, которые, я знал их бодрыми, хорошими, моих товарищей. А сейчас видно, что Чернобыль внутри запустил свою работу. Это видно из-за того, что походка, движение все, восприятие. То есть это очень-очень страшно. На ликвидацию последствий аварии в Чернобыль были призваны почти 60 эскетимцев. Сейчас живы не более половины из них. Именно вы помогли сохранить здоровье десяткам, тысячам людей. И не только тем, кто в этот день были в Чернобыле, но и тем, кто родились спустя годы. Ваш, не побоюсь этого слова, подвиг навсегда останется в благодарных сердцах жителей нашей страны. Я хотел бы вас всех поблагодарить за тот героический поступок, который был совершен вами. Пожелать вам здоровья, пожить подольше и будущим поколениям рассказать о том, что было сделано. Память погибших участников ликвидации почтили минутой молчания и возложением цветов. Продолжилось мероприятие в Искетимском музее, экскурсией по выставке, посвященной Чернобылю. Два года нам говорили, что все хорошо, все нормально. Если я тогда на Комсомольской жил, возле музыкальной школы, Если я оттуда доходил до больницы за раз, то после Чернобыля мне приходилось 3-4, а то и 5 раз останавливаться и где-нибудь присесть и отдохнуть. Присутствующим участникам ликвидации последствий чернобыльской катастрофы сегодня вручены юбилейные медали и памятные подарки.